Непроходимая снежная каша во дворах многоэтажек и частном секторе. Социальные сети и чаты автомобилистов сегодня пестрят такими фотографиями. Без лопаты не обойтись. И рыхлый снег только часть беды. Лужи растут в геометрической прогрессии, как в Назарове, так и соседнем Ачинске. Прыжки в длину теперь вынужденная, но ненавистная физическая дисциплина горожан. Местами даже на центральных улицах вода на дорогах, перекрестках и пешеходных переходах доходит до щиколотки. Те, кто может, прыгает. Остальным приходится идти, стиснув зубы. Какие уж тут сухие ноги. Мужчина прошел воды вот так вот. И получается, что вообще невозможно ходить. Хоть бы какие-то делали бы луночки, чтобы вода стекала. Поэтому канализация не справляется. Таких луж я не помню в детстве. Не успел выйти уже в грязный. Сильный порывистый ветер тоже добавляет неприятностей. Практически бриз гуляет по Ачинску. Только вместо морского воздуха в лицо летят брызги грязной воды. Я имела неосторожность пройти рядом с дорогой. Лучше, как я, не делать. Ведь водитель может не заметить яму под водой или же попросту поторопиться. И тогда пешехода обрызгает. И придется так ходить до конца рабочего дня. Пожалуй, сейчас самое время носить все черное. С учетом погоды местные дорожники экстренно очищают ливневые канализации. К работе они приступили раньше обычного, как минимум на две недели. Лед с налипшим щебнем и грязью разбивают горячей водой. Кипяток возят в автоцистернах из теплотрасс. Потерпеть мы работаем. И работаем круглые сутки. Основную массу снега мы все вывезли. То, что осталось там на обочинах, на газонах, это все равно идет подтайка и попадает на дорогу. Дорожники приступают к работе в две смены. Они будут чистить дороги общего пользования в разных районах города, сделав упор на частный сектор. А вот во дворах порядок навести предстоит коммунальщикам. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.